МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗАГЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ! В Приморье следователи раскрыли резонансное убийство главы медиахолдинга «Новая волна» Олега Сединко. Преступление винили участников ОПГ «Трифоновские». Здравствуйте в студии Эдуард Петров. Он кем только не работал. Он только себя нашел, когда создал свою телерадиокомпанию. Ну и вот произошел взрыв. Здесь еще, скажем так, не закончены некоторые следственные действия. Он зарабатывал в год до 10 миллионов долларов. В ходе работы с Ковальчиком Последний сообщил о том, что являлся исполнителем убийств Сединко и Киргинцева. Вы имеете отношение к убийству Олега Сединко? Ну, скажем так, да. Уже люди говорили, что, может быть, стоит опасаться. Он говорит, что все нормально, кишка тонка. Вы имеете отношение к убийству Киргинцева? Да. Ну, это Армен. Не хотел заниматься только честным бизнесом. То есть нет человека, нет проблемы. Все говорят, банда Трифонов. Он не был судимый. Кто такой криминальный автетер? Он – это судимый, у которого есть какие-то уголовные дела. Предприниматели, по сути, боялись контроля этого всего. Существляли спортивные ребята, выходцы из спортивной федерации, которыми, собственно, руководил Александр Леонидович Ясин. Говорят, что вы безумно богатый человек. Это правда? Нет, это вранье. Возможно, нельзя исключать и того, что люди раньше просто боялись об этом говорить. С дальневосточным медиамагнатом Олегом Сидинко расправились в 2002 году. Его взорвали в подъезде собственного дома в Владивостоке. Уже тогда все были уверены – громкое преступление дело рук бандитов Трифоновской группировки, которые держали в страхе весь регион. Но выйти на конкретных заказчиков, организаторов и исполнителей тогда не удалось. И только сейчас стали известны имена тех, кто мог быть причастен к убийству. Как считаю в Следственном комитете, это Армен Бабакахян, известный в Приморье предприниматель, и Игорь Ковальчук, совладелец крупнейшего в Владивостоке рынка. Кроме того, под следствие попал заслуженный спортивный деятель региона, руководитель региональной федерации КУДО Александр Ясин. Этого человека следствие называет одним из главарей ОПГ Трифоновский. Что стало причиной расправы над медиамагнатом Олегом Сединко? И как вышли на заказчика и исполнителя убийства? Мы взялись за это дело и провели свое расследование. Эльвира Ивановна Сединко Эльвира Ивановна Сединко Почти полвека проработала учителем русского языка и литературы в Приморском селе Камень Рыболов, что на берегу живописного озера Ханка. Сейчас она пенсионер, лето проводит на природе, а зимой перебирается в свою городскую квартиру во Владивостоке. Мед из деревни привезла. Вообще такой вкусный! Я еще такого не пробовала. Так что вас угощаю. Мы в гостях у мамы убитого в 2002 году медиамагната Олега Сединко. По всему видно, женщина очень довольна визитом столичных корреспондентов, вспоминая то время, когда пришла в школу еще совсем молодым преподавателем. Вы знаете, я вспоминаю, для нас, моего поколения, это было время, когда мы не думали, где мы живем. Мы живем в городе или мы живем в селе. Жизнь кипела, бурлила. С нескрываемой гордостью говорит о сыне, о том, как учился в школе, как отслужил в армии, а потом поступил в университет, на юрфак. И, наконец, занялся непонятным для многих в то время делом. Стал работать на себя. Уже во время учебы в институте у него же был личный шофер. Он кем только не работал, чем только не занимался. Он просто начал развивать свою коммерческую деятельность, можно так сказать. То есть он пробовал себя. И прошло вот достаточно, не знаю, не настолько достаточно времени, чтобы сказать, что это прошел там большой промежуток времени. Но он только себя нашел, когда создал свою телерадиокомпанию. Вот это... New Wave. Эльвира Ивановна – мужественный человек. Не каждая мать сможет пережить такое горе – потерю сына. Тем не менее, женщина старается держаться бодро и продолжает рассказывать. Царствие небесное. Прошло, но вы знаете, это просто так не пропадет. Просто ты учишься с этим жить. И я тогда сразу поняла, что я настолько вот где-то закрывалась. Я просто выла, я кричала. Но потом я поняла, что если я буду так себя вести, со мной просто перестанут люди разговаривать. Я ходила по улицам города и завидовала тем, кто просто... Вот идет молодой парень с папочкой в руке. Может быть, он ничего не достиг, как Олег. Но он живой. Вот для меня было странно. Вот не странно, обидно было. Но почему моего сына нет? Почему вот моего сына нет? Вечером 25 июня 2002 года владелец телерадиокомпании «Новая волна» Олег Сединко спешил домой. Будучи заядлым болельщиком, он хотел успеть к началу трансляции футбольного матча чемпионата мира. Вместе с водителем-охранником Дмитрием Лисенчуком подъехал к своему дому на проспекте Остряково и направился в подъезд. Первым шел охранник, следом Олег. Едва за предпринимателем захлопнулась дверь, прогремел взрыв. Он был настолько мощным, что взрывной волной вынесла тяжелую металлическую дверь. А бизнесмену оторвало голову. Дмитрию Лисенчуку повезло, он успел подняться к лифту и выжил. На следующее утро все региональные телеканалы сообщили о произошедшем. Расследованием происшедшего занимается Краевая прокуратура. Дело признано особо важным. От комментариев правоохранительные органы отказываются. Здесь еще, скажем так, не закончены некоторые следственные действия, что снимать особо... Допустим, в металлической двери не было бы заниматься. Известно, что таратиловый эквивалент радиоуправляемого взрывного устройства, заложенного в подъезде 150-200 граммов. Взрывной волной выбило железную дверь и несколько стекол на лестничной клетке. На жизнь Олега Сединко ранее уже покушались. Возможно, причиной убийства стала его предпринимательская деятельность. Никто не сомневался в том, что причиной убийства Олега Сединко были большие деньги, а исполнителями люди из ОПГ Трифоновские. Наша справка. Сергей Трифонов известен также под кличкой Трифон. Боксер, один из самых влиятельных авторитетов Приморья. Его группировка насчитывала до 80 хорошо вооруженных бойцов. В основном это были спортсмены. ОПГ получило название Трифоновский. Вначале бандиты занимались рэкетом, а к 2000 году контролировали рыночную торговлю, строительный бизнес и пассажирские автоперевозки в регионе. Трифонова застрелили в 2004 году на острове Русский. После этого, по оперативным данным, руководство группировкой перешло к Александру Ясину. К 30-ти годам молодой бизнесмен Олег Сидинко владел в Владивостоке весьма солидными активами. Это, собственно говоря, сам медиахолдинг «Новая волна», кинотеатр «Нью Вейв Синема» и сеть обменных пунктов. Последние, как, впрочем, было заведено в 90-е годы работали безо всяких банковских лицензий и документов. Всего подчинения у Сидинко было около 170 человек, которые регулярно получали вполне приличную заработную плату. Многие тогда мечтали о том, чтобы оказаться в компании молодого, преуспевающего бизнесмена. То время вспоминает бывший руководитель радиостанции «Новая волна» Оксана Рыбалко. Тогда было принято все измерять в долларах. Вот прям принято было. Даже помню первые прайсы радиостанции прям несколько лет и телекомпании. Официальные прайсы. Там все расценки стояли в долларах. Ну, это такой бзык был, наверное, в России тех времен, тех лет, что «Ой, Америка, доллары, хорошо». Поэтому он говорил, что на обменных пунктов, но опять-таки, это чужой карман. Только со слов. Но все же. Но все же. Он зарабатывал в год до 10 миллионов долларов по тем временам, еще раз говорю, достаточно крупная сумма. Деньги, прямо скажем, сумасшедшие. И при этом трифоновские бандиты обходили предприятие Олега Сединко стороной. Во Владивостоке поговаривают, что тогда преуспевающий предприниматель довольно плотно общался с высокопоставленными сотрудниками краевой прокуратуры. И так называемая криминальная крыша ему была просто не нужна. Правда, друзья в погонах не смогли уберечь Сединко от колонии. Это случилось в начале 96-го года. В самом начале зимой он поехал в Москву, потому что были арестованы деньги. Деньги не компании, не УВФ. Это его деньги обменных пунктов. Порядка 300 тысяч долларов по тем временам приличные вполне деньги. И его арестовали за дачу взятки налоговому полицейскому. Олега Сединко приговорили к трем годам. Но в колонии просидел недолго. на свободе он оказался уже через год. Он сам себя как тот барон Мюнхгаузен вытащил. Вытащил, да. Сам писал все апелляции, сам писал в нужные инстанции. И ему убавили срок до одного года. Это было прям прецедентом. никто не верил ни среди правоохранительных органов, ни его сокамерники, что такое возможно. Вот такая непростая судьба выдалась на долю молодого юриста, предпринимателя и романтика Олега Сединко. Его очередной бизнес-затей стал ночной клуб. Название заведения он придумал сам Доберман. Увеселительное предприятие должно было расположиться в цокольном этаже кинотеатра Нью-Вейв-Синема и сулило солидную прибыль. Хотя бы потому, что все здание, а это бывший советский кинотеатр Москва, был взят в аренду на 49 лет за смешные деньги 100 долларов в месяц. Заключить такую сомнительную сделку якобы помог сын тогдашнего мэра Владивостока Юрия Копылова Даниил. А с ним Олега Сединко в свою очередь познакомил Армен Бабакахян, в то время сын состоятельного владельца стоматологических клиник Георгия Бабакахяна. И именно с тех пор у Олега начались сложности. Армен потребовал долю за посредничество и вскоре стал полноправным владельцем части бизнеса. Именно развлекательный бизнес скорее всего изгубил Олега Сединко. А ведь у него перед глазами печальный пример. Давний приятель, бывший милиционер, а затем владелец охранного агентства и популярного ночного клуба «Наутилус» Евгений Киргинцев. По странному стечению обстоятельств часть средств на раскрутку «Наутилуса» дал тот же Армен Бабакахян. А вскоре в клубе почти в открытую принялись торговать наркотиками. Киргинцева такая ситуация явно не устраивала. Это также не устраивало Евгению. Он прямо был противником наркотикам, он прямо противостоял этому. Ну и соответственно, что он понимал, что это идет именно от Армена. Бабакахяна. Да, Армена Бабакахяна. «Наутилус» стал попадать в криминальную хронику изо дня в день. Дошло до того, что в клубе убили старшего следователя по особо важным делам краевой прокуратуры. Евгений Киргинцев пытался как мог навести там порядок, но найти понимание со стороны бизнес-партнера Армена Бабакахяна не получилось. Днем 10 октября 2001 года Киргинцев вышел из «Наутилуса», сел в свой внедорожник Toyota Land Cruiser и тронулся с места. В этот момент прогремел взрыв. Тяжелую машину отбросило на 10 метров, а сам Киргинцев вскоре умер в больнице. Походил без охраны, многие упрекали, что как ты ходишь, у тебя проблемы, в частности с Арменом Бабакахяном. То есть уже люди говорили, что может быть стоит опасаться, он говорит, все нормально, у них кишка тонка. Ну и вот произошел взрыв, он был еще живой, его тут же подоспели его друзья-знакомы, вытащили его, он безмерзный. Он же какие-то слова сказал? Это его были слова. Скорее всего, он имел в виду Армена Бабакахяна? Ну, это 100%. Сразу после убийства Бабакахяна задержали, но через 48 часов отпустили. Прямых улик против него не было, а меньше, чем через год подобным образом из бизнеса убрали Олега Сидинко. Почему взрывали? Почему нельзя было договориться? Ведь он это фактически ходячий банкомат. Но его же надо было в кавычках доить. Нет, его взяли и взорвали. Этот способ был распространен. Дело в том, что вот как раз в 97-98 году ушли из жизни ну, целая, с десяток, наверное, криминальных авторитетов. То есть, шла борьба на уничтожение соперников. То есть, это считалось в тот момент, сегодня это кажется нелепостью, потому что есть другие внешне легальные способы. Это раз, а во-вторых, ведь, вы же сами говорите, организованные преступности, их задача-то получить сверхприбыль, заработать. Совершенно верно. Заработать. Следствие по обоим преступлениям то приостанавливалось, то возобновлялось, но в конце концов окончательно зачахло. Новый этап в расследовании начался в 2021 году и весьма неожиданно. Налоговые органы Приморья обратили внимание на резкое падение отчислений от местного ООО Буше. Это предприятие фактически владеет самым большим во Владивостоке рынком на спортивной. Начались проверки и первые вопросы силовики естественно собирались задать хозяевам бизнеса. Двое из них, как оказалось, имели прямое отношение к бригаде Трифоновских, некогда наводивший ужас на местных коммерсантов. Это президент Федерации КУДО Александр Ясин. По слухам, он после смерти одиозного Трифона возглавил ОПГ. И Игорь Ковальчук, по данным силовиков, штатный киллер группировки, живший в последние годы в США. Ему пришлось вернуться во Владивосток. Коммерсант озадачился состоянием своего бизнеса в России. Так как информация о противоправной деятельности Ковальчука Игоря Николаевича о нами была получена ранее, то к моменту его прибытия мы уже имели представление о том, что он причастен к ряду преступлений. Игоря Ковальчука арестовали. Следствие началось по-новому. А вскоре за решетку отправили Александра Ясина. Ясин Александр предъявлено обвинение в организации и участии в вооруженной банде. Ковальчуку Игоря Николаевичу предъявлено обвинение в участии в вооруженной банде и совершении ряда убийств. Следователи по Крупицам восстанавливали события 20-летней давности. Их тщательная работа принесла результат. Ковальчук неожиданно заговорил. В ходе работы с Ковальчуком Игорем Николаевичем проведением следственных действий в силу участия последний сообщил о том, что являлся исполнителем убийств Сидинка и Киргинцева на территории города Владивостока. Игорь Ковальчук сейчас его за глаза зовут американцем, час за часом вспоминал события минувших дней. Картина получалась весьма складная. Вот это видеозапись, я так понимаю, Ковальчук, Игорь Ковальчук рассказывает, как расправился с Олегом Сидинкой. Да. Да, столько лет прошло, он очень хорошо помнит, где он прицеплял взрывное устройство. Как он его собрал? Достаточно подробно поясняют обстоятельства совершенного преступления. Собрал он его самостоятельно на основе платы автомобильной сигнализации, которая активировалась также пультом сигнализации. вот те самые кадры, на которых Игорь Ковальчук по кличке Американец рассказывает о том, как монтировал взрывное устройство в подъезде дома на проспекте Остряково, где жил Олег Сидинка. 26 июня 2002 года может плюс-минус один день я приехал вот в этом адресе приехал на арбит и запарковал машину приблизительно где машина бордового цвета или за ней стоит машина в этом месте. Когда я вышел из машины я взял с взрывным устройством в подъезде здесь между наружной дверью бандерта и внутренней было прошить металлическим листом на который примерно вот на таком расстоянии я закрепил на магнит другое устройство вот где-то в этом месте. С исполнителем преступления все было понятно но вот кому конкретно перешел дорогу Олег Сидинка. Кто был заказчиком убийства Сидинка и какое вознаграждение получил Ковальчук? Сидинка. Заказчиком убийства Бабахьян Армен Георгиевич и за совершенное преступление Ковальчук от Бабахьяна Армен Георгиевича получил автомобиль и денежные средства марки Lexus денежные средства в сумме 15 тысяч долларов в США. А вот найти Армена Бабахьяна оказалось делом непростым его не было ни в одном из офисов ни в роскошном имении ресторане на окраине Владивостока. Он видимо тоже уже подозревал что его сейчас будет брать так как была серия уже задержаний прошла и он улетел к себе на базу очень далеко в тайгу там отсиживался он был задержан нами совместно с сотрудниками ФСБ все доставлен вину свою он не признает естественно вообще не признает говорится что его это оговаривает честный бизнесмен но факты говорят об обра распутали следователи и эпизод с убийством Евгения Киргинцева выяснилось что когда конфликт между акционерами ночного клуба Наутилуса Киргинцевым и Бабахьяном зашел слишком далеко последний обратился к киллеру Трифоновских Игорю Ковальчаку и тот вскоре заказ выполнил прикрепил взрывное устройство к днищу машины Киргинцева и в нужное время нажал на кнопку я установил устройство забыл на машину какое-то время я не знаю а если Киргинцев подошел по стороне входа Киргинцева заход к машину впервые сел в нее когда я убедился что он сел я взял к ним включил передачу и начал трогать на свой автомобиль и нажал на кнопку за ликвидацию Евгения Киргинцева Игорю Ковальчаку был обещан пост распорядителя в ночном клубе Доберман Конкретные сроки Бабакахян не назвал и в итоге просто обманул киллера Мы попытались встретиться со всеми фигурантами уголовного дела и предложили высказать свою позицию относительно происходящего Сначала поговорили с Александром Ясиным которого называют последним главарем трифоновских на Дона Корлеона он явно не похож худощавый коротко стриженный в отличной спортивной форме без болки и модной рубашки Для человека который последние несколько месяцев провел в стенах следственного изолятора выглядит совсем неплохо Все связывают вашу фамилию там Ясина с Трифоновым Вы были друзья когда? Мы были друзьями Да Трифонов это действительно был криминальный авторитет или это? Он не был судимый я бы не сказал что он был Он тоже занимался спортом Ну собственно как и вы тоже для себя Да Потому что смотрите у вас руки такие крепкие Работал много на дальзаводе Чем работали? Я слесарем судоремонтником Да? То есть от этого еще и все То есть Трифонов тоже в принципе человек был совершенно обычный? Да он университет закончил Он не был никогда судимый чтобы он был криминальный авторитет Кто такой криминальный авторитет? Это, наверное, судимый у которого есть какие-то уголовные дела Ну да Все говорят банда Трифонов Он никогда не был судимым тем более не принадлежал А банда была? Нет Хорошо Ну просто вокруг него были же люди которые, скажем ему доверяли Он всегда вокруг лидер собирается А он все-таки был лидер Александр Ясин рассказал о своем бизнесе Он совладелец рынка на спортивной Кроме того оказывается у него есть собственная судоходная компания То есть вы честный предприниматель честный коммерсант Ну, наверное, абсолютно честных людей не бывает Да Можно так сказать Я, говорит могу за налоги за все отчитаться только за первый миллион То есть сейчас вы можете говорить что в настоящее время вы абсолютно честный предприниматель Я когда приобретал судоходную большую компанию которую я построил я брал кредит 12 миллионов и 10 лет выплачил И вы выплатили Я выплатил вот буквально только-только в прошлом году И самое важное Ясин четко определил для себя причину своих нынешних проблем с законом и тех людей которые как считает предприниматель позарились на его бизнес Деньгам Большим деньгам Передел собственности Это заказ конкретный заказ Рынокский захват Смена директора Все это рынок Все ваши проблемы только связаны с рынком Только А в чем вас вообще обвиняют Если мы не говорим по делу хотя бы в чем вас обвиняют Ну налоговых преступлений Налоговых преступлений которые связаны с рынком Ну то есть вы якобы не платили налоги По большому счету Да и совсем Если ты не плачешь налоги их должны распределить на всех участников Определили только на меня Что касается вашего состояния говорят что вы безумно богатый человек Это правда? Нет это вранье Вот здесь уважаемый президент федерации КУДО Александр Ясин явно лукавит Мы посмотрели на его земельный участок расположенный на окраине Владивостока Судить о площади не беремся Лицевая сторона 5-метрового забора почти 100 метров Вот этот участок Вокруг аккуратно посажены елочки Рядом ухоженная детская площадка Везде где только можно видеокамеры У массивных ворот расположен двухэтажный гараж на несколько машин с охраной Рядом на цепи сторожевой пёс В гости нас не пустили Поэтому о том что находится за забором можем судить по снимкам из космоса Хорошо видна крыша большого дома Здесь и беседка и бассейн и даже мини-футбольное поле По всему видно что со спортом Ясин дружит И это чистая правда Он спонсирует клуб восточных единоборств помогает молодым спортсменам С появлением Александра Леонидовича федерации именно он вдохнул в неё новую жизнь взял именно развитие в свои руки У нас регулярно стали выезжать каждый год команды на первенство России это от 40 человек именно участвующих В то время еще с Минспортом не было прям такой плотной работы только все это зарождалось и эти поездки можно было можно сказать что были как бы за его счет заслуг Александра Ясина конечно же никто не умаляет но есть и обратная сторона медали для Ясина это рынок на спортивной частью которого он владеет мы побывали на это предприятие назвать рынок современным торговым кластером язык не поворачивается скорее это муравейник на большой территории расположились центры с хостоварами открытые ряды и павильоны с продуктами в центре крытый торговый комплекс кристалл на втором этаже национальные рестораны предлагающие китайскую и корейскую кухни такой дальневосточный черкизон а вот и его нынешний директор работает недавно говорит что старается вести порядок сколько можно в месяц заработать на таком рынке вы знаете я наверное не хотел бы говорить сколько можно заработать заработать сколько уменьш 300 миллионов я могу себе в карман положить в год я думаю да собирали насколько мне известно на все решили построить торговый центр на него начали собирать нужно было заасфальтировать дорожку на дорожку собрали и все это конечно без документов чисто наличными и предприниматели по сути боялись потому что здесь контроль этого всего существовали спортивные ребята выходцы из спортивной федерации которыми собственно руководил Александр Леонидович Ясин все прекрасно знали его историю что он выходец из 90-х и был участником банды трифона собственно этот авторитет давал возможность держать страхи арендаторов а напугать до смерти Ясин судя по всему мог и не только напугать достаточно вспомнить историю исчезновения владельца судна Александра Виноградов Сергея Дмитрука научно-исследовательская плавучая лаборатория академик Виноградов некогда принадлежала советской академии наук 90-е выкупили коммерсанты стали использовать судно для доставки автомобилей из Японии по Владивосток фактически отнимали часть бизнеса у людей Ясина занимающихся тем же последним владельцем академика был Сергей Дмитрук Дмитрук на территории города Владивостока также являлся предпринимателем его основным направлением деятельности это было осуществление перевозок на судне академик Виноградов в Японию после чего транспортировка автомобильных средств на территорию города Владивостока с целью последующей реализации однажды Сергей Дмитрук оказался на банкете вместе с Александром Ясиным мужчины долго о чем-то спорили они там были все там был Ясин Александр Леонидович еще там многие даже действующие сотрудники милиции на тот момент большая компания праздновали Дмитрук Ясин и компания можно так назвать ну и все Дмитрук собрался ехать домой уже говорит я поеду его вызвался отвезти действующий на тот момент сотрудник милиции решил отвезти но все из его слов он посадил машиной и отвез его домой на дачу в Надежинском районе ну и со слов водителя кто его вез высадил его там и уехал ну соответственно на следующий день стали искать где он ну пропал в бизнесе на дачном участке ну на территории нашли следы крови президент федерации КУДО меценат Александр Ясин которого многие до сих пор считают главой Трифоновских от истории с исчезновением владелица судна академик виноградов всячески отказывается дескать вообще не понимает о чем идет речь я знаю что еще есть некое обвинение то ли оно мифическое то ли оно серьезное связанное там с хозяином судна Александра Виноградов нет такого нет такого нет это все полная ерунда слухи и домыслы а вот еще один Трифоновский по мнению следствия Игорь Ковальчук киллер исполнял заказы как собственного босса главаря ОПГ Сергея Трифонова так и сторонних клиентов напомним из материалов дела следует что именно Ковальчук смонтировал и привел в действие взрывное устройство в результате чего погиб медиомагнат Олег Сединко а еще взорвал автомобиль в котором находился владелец охранного агентства и популярного ночного клуба наутилос Евгения Киргинцев как Александр Ясин Игорь Ковальчук совладелец рынка на спортивной последние годы жил в Лос-Анджелесе утверждает что за океан попал по воле случая выиграл в лотерею грин-карт говорит что очутившись за границей никаким бизнесом не занимался жил дескать на деньги старшего сына который трудился менеджером у боксеров с мировым именем с какими боксерами он занимался ну да тот же проводников Виктор Постал украинский в боях Денис Лебедев последние годы Ковальчук долго рассуждал о преимуществах за границей было видно он хорошо понимает прежние годы красивой жизни уже не вернуть не в том дело то есть хотите пляж поехали в Флориду покупались или на Гамаре хотите в горы проехали в Колорадо покатались или в Калифорнию много катал вы ездили везде? ездил и купался там и катался тут в двух океанов но даже райская жизнь в Лос-Анджелесе не позволила Игорю Ковальчуку смотреть как во Владивостоке у него из-под носа утекают деньги ведь по его мнению Александр Ясин начал потихоньку накладывать руку на долю компаньона этого Ковальчук стерпеть не смог почему вернулись в Россию? ну по ситуации по этой и вернулся по рынку а вы понимали чем это может для вас закончиться? ну понимали что вас могут задержать и арестовать? понимал одно то есть какие-то опасения же были? я к концу не верил ну конечно слушайте а ну что касается Ясина я правильно понимаю что он просто стал аккуратно прикарманивать деньги? ну с какого-то периода да конечно перспективы Игоря Ковальчука известного как американец очевидны если суд признает его виновным в убийствах а как говорят оперативники их не меньше пяти то ему грозит самое суровое наказание вы имеете отношение прямой вопрос если можно вы имеете отношение к убийству Олега Сидинка? ну скажем так да имею хорошо то есть тяжелый вы имеете отношение к убийству Киргинцева? да вы признаете совершение каких-то преступлений? да а почему потому что совесть или или улич не то не другое не то не другое? то есть совесть это вот не про вас совесть нет без обиды совесть это не про вас наши вопросы явно вывели себя Игоря Ковальчука когда конвой сопровождал его в автозак американец умудрился швырнуть в оператора бутылку с водой и наконец третий фигурант уголовного дела Армен Бабакахян персонаж необычный в трифоновскую бригаду не входил но водил дружбу как со всей криминальной верхушкой приморья так и с некоторыми руководителями региона конечно же благодаря отцу Георгу Бабакахяну известному человеку который открыл в Владивостоке сеть стоматологических клиник после смерти бизнес перешел сыну Армен окончил юрфак местного университета стажировался в американском Сакраменто а вернувшись домой начал прожигать жизнь Бабакахян младший завсегдатый модных клубов он стильно одевается ездит на роскошных автомобилях местная пресса не упускает возможности сделать с ним интервью вот к примеру издание конкурент выпуск от ноября 2002 года напомним прошло всего полгода со дня убийства Олега Сидинко я я большей частью развиваю шоу-бизнес был учредителем и директором ночного клуба наутилус теперь мне пришлось с головой погрузиться в кинобизнес вплотную заняться кинотеатром нью-вэйв синема на первом и втором этажах уже действуют залы игровых автоматов весьма серьезного уровня работает казино и вот теперь открылся ночной клуб доберман рассчитываем на элитную публику сегодня Армена Бабакахяна обвиняют в тяжких преступлениях как считает следствие он заказчик убийства Евгения Киргинцева и Олега Сидинко мы предложили Бабакахяну высказать свою позицию но он наотрез отказался от общения со съемочной группой а после допроса в следственном комитете в сопровождении конвоя пулей промчался в автозак насколько известно с обвинением Бабакахян не согласен со следствием не сотрудничает но вот лицо свое от камер репортеров почему-то прячет видимо есть что скрывать ну и Тормен видимо не хотел заниматься только честным бизнесом но насколько неизвестно он состоял также в группировке МИХО это был такой здесь лидер организованный преступного сообщества и соответственно оттуда видимо и пошли вот эти вот замашки что устранять неугодных то есть нет человека нет проблемы вот его был девиз а мы тем временем посмотрели чем владеет Армен Бабакахян первым номером идут стоматологические клиники а вот например ресторан Георг Первый находящийся в живописном местечке Владивостока официально он записан на родственников Армена но всем известно кто реальный хозяин местные говорят что сейчас заведение не работает якобы теперь это просто жилой дом а еще недавно здесь видели всю официальную и неофициальную элиту края на каждом пролете фирменный вензель с надписью Георг внутри трехэтажный кирпичный особняк с огромными окнами судя по фотографиям из открытых источников внутри дорого и богато следствие по делу об убийстве медиумагната Олега Сидинка владельца охранного агентства и популярного ночного клуба наутилс Евгения Киргинцева и хозяина судна Александра Виноградов Сергея Дмитрука в самом разгаре следователи коротко называют его делом Трифоновских почему же только сейчас удалось выйти на след заказчиков и исполнителей громких преступлений начала 2000-х годов во-первых те значимые моменты на которые возможно по каким-то причинам не уделили должного внимания в то время в 90-е годы когда совершались эти преступления в 2000-е сейчас они для кого-то стали более очевидным потому что какие-то свидетели потерпевшие то есть люди могут сейчас о них говорить раньше просто боялись возможно нельзя исключать и того что люди раньше просто боялись об этом говорить с момента убийства Олега Сидинка прошло более 20 лет но его близкие и родные до сих пор говорят с ним как с живым привет Олег Олежка привет если бы он сейчас был живой если бы Олег ты сейчас был живой я даже не представляю каких каких бы высот карьерных бизнес политических он о политике задумывался в последнее время в своей жизни ты достиг я даже не представляю где в какой точке нашей страны или где бы ты был сегодня я знаю точно что это было бы что ты был бы очень известным и уважаемым на всю страну на всю Россию это так это так потому что людей таких как ты Олег очень очень мало очень ну вот мама медиумагната Олега Сидинка Эльвира Ивановна по прежнему не находит себе места она очень ждет когда виновные в убийстве ее сына понесут заслуженное наказание царствие тебе небесное мой сыночек пусть тебе там будет уютно спокойно пусть тебя хранит ангел-хранитель твой там а ты будь нашим ангелом-хранителем пока мы живы мы помним о тебе любим скорбим у тебя будут цветы ты в наших сердцах царствие тебе небесное сыночек мой любимый мой любимый так так мы видели историю преступного сообщества Трифоновские на счету которого десятки кровавых преступлений это было наше расследование из приморского края выводы дел только вам до встречи на телеканале Россия 24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова